В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ольга Козлова стала участницей Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности. Спасибо интернету! Интернет – это не только для молодых, что надо сбить, так сказать, эти стереотипы. Воспитанники студии «Слово» готовятся к литературному дебюту. Я писала повесть про Веру и Кошку. В детской школе искусств города Видное прошел концерт учащихся под названием «Осенняя симфония». Как в наших угород, как в наших угород! В стационаре Видновской районной клинической больницы появилось несколько пола для пациентов эндокринологического профиля. Какие возможности в связи с этим открываются, расскажем в нашем сюжете. Виктор Зубарев из Подольска в Видновскую районную клиническую больницу попал по скорой. У мужчины внезапно подскочил сахар, хотя раньше проблем с эндокринной системой вроде бы не было. Уже здесь медики поставили ему диагноз «сахарный диабет». Врач говорит, что ты не живешь. Боже, где-то еще живете. Виктор Зубарев лежит в одной из четырех палат эндокринологического профиля, недавно организованных в стационаре Видновской районной клинической больницы. Такое мини-отделение может принять до 20 пациентов. Много пациентов с декомпенсацией сахарного диабета, немного поменьше пациентов с заболеванием щитовидной железы. А так мое отделение занимается всеми заболеваниями эндокринными, в том числе надпочечной недостаточностью, акромегалией. Осень-жаркая пора для эндокринологов. Из-за сезонного снижения активности населения резко увеличивается количество экстренных пациентов, доставленных по скорой. Это обычно пациенты, которые давно не контролировали свои сахара. Многие отказываются от терапии, либо никогда не посещали поликлинику с множественными уже осложнениями, с диабетическими полинаэропатиями, диабетическими стопами. Медики напоминают, чтобы не доводить до реанимации осложнений больным сахарным диабетом, нужно регулярно посещать эндокринолога. И желательно раз в год госпитализироваться планово для обследования, подбора и коррекции лечения. Также здесь их научат самоконтролю, расскажут, как правильно вводить инсулин. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Весной этого года стартовал всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету». Заявку на участие подала и жительница поселка Новодрожжино Ольга Козлова. Свою работу она представила в номинации «Мои интернет-достижения». Чтобы узнать подробности о проекте, с героиней встретилась Юлия Пагасьян. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» три года назад в библиотеке поселка Новодрожжино был открыт класс компьютерной грамотности. Сейчас его посещает более десяти пенсионеров. Зачастую занятия индивидуальные, проходят раз в неделю. Руководитель студии отмечает, представители старшего поколения делают успехи в работе с интернетом. Интернет – это не только для молодых, что надо сбить, так сказать, эти стереотипы, потому что интернет – это абсолютно для всех, и для людей пожилого возраста в том числе. Это не какие-то там бабки или детки, это классные женщины и мужчины, которые хотят развиваться, пробуют это, может быть, как-то нелепо, но они молодцы. Весной этого года стартовал Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету». Принять в нем участие предложили и студентам кружка. Идею подхватила жительница Новодрожжино Ольга Козлова. Выбрала номинацию «Мои интернет-достижения» и написала эссе, в котором рассказала, как всемирная паутина упростила ей жизнь. Это уже обыденное наше повседневное увлечение. Любые поездки, покупка лекарства, отзывы о каком-то отдыхе, практически все. Кулинария, и погода, и новости, и Яндекс.Карты. Вообще конкурс достаточно обширный. Проявить свои таланты пенсионеры могут в разных номинациях. На сегодняшний день подано порядка трех с половиной тысяч работ. Это самореализация людей пенсионного возраста. Не обязательно мои достижения. Там есть еще номинации «Я интернет-звезда». Ведь очень многие люди стали пользоваться соцсетями. Это необходимо. И не надо там как-то отделять, что это «Ой». Наоборот, эти конкурсы, мы все вместе, молодые, старые, неважно. Прием заявок на участие в конкурсе закончится 16 октября. А в конце декабря жюри подведет итоги. Желаем нашей героине победы. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Оргасадовская. Видно этого. В детской школе искусств города Видное прошел концерт учащихся под названием «Осенняя симфония». Это первое в этом году мероприятие в рамках проекта «Детская филармония. Времена года», который 10 лет назад был организован преподавателем по классу виолончели Екатериной Ефремовой. Юные музыканты продемонстрировали свои творческие способности сверстникам. Основная идея программы – познакомить подрастающее поколение с миром искусства. Учащиеся по классу фортепиано, скрипки, аккордеона, балалайки, гитары, саксофона выступали в детских садах и учебных заведениях округа. Позже к проекту подключились такие направления, как хореография, современный вокал, ударные инструменты, театральное отделение и фольклорные ансамбли. Не осталось в стороне и художественное отделение школы искусств. Во время концерта на экране были продемонстрированы картины начинающих живописцев. Напомним, что творческие мероприятия в рамках проекта «Детская филармония времена года» будут проходить в течение учебного года на разных площадках муниципалитета. Литературный дебют – это конкурс с 25-летней историей, позволяющий выявить таланты среди юных писателей и поэтов. В этом году он впервые приобрел статус общероссийского. Сейчас к нему активно готовятся воспитанники студии «Слово». Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Студия «Слово» была основана почти 25 лет назад. Ее основной задачей было привить детям любовь к литературному творчеству и развить писательский талант. Вначале студию создали в гимназии для деток, которые после уроков оставались в классе с педагогом. Хотели, проявляли интерес к литературе, пытались, пробовали писать что-то сами. Педагог вместе с ними занимался. Детей становилось все больше заинтересованных. Студия разрасталась и дошла до наших дней уже в том виде, в котором мы ее знаем. Теперь занятия у нас проходят в Центральной библиотеке. Еще четверть века назад был придуман конкурс «Литературный дебют», в рамках которого выявляли лучших среди начинающих авторов. Сначала он был внутришкольным, затем получил статус общегородского, а в этом году достиг всероссийского уровня. Теперь мероприятие проводится при поддержке Союза писателей России. Воспитанница студии «Слова» Дарья Костылева готовится представить на конкурс свое произведение «Золушка врунье» или «Как стать королевой». Оно о Золушке, которая украла туфельки у другой девушки по имени Виноградница, а платье купила из бумаги за 300 рублей. Потом она пошла на бал, там очаровала принца, но туфелька поломалась, и она убежала. А принц нашел не ее по туфельке, а виноградницу, настоящую владелицу этих туфелек. Руководитель студии Александра Диордица предлагает идею, а дальше ребята сами ее развивают. Так Надежда Исаева уже принимала участие в литературном дебюте в прошлом году. Я в прошлом году написала стихотворение «Осень», мне помогала моя семья, оно получилось, как я думаю, очень красивое, красочное. Для многих детей признание их таланта становится стимулом и мотивацией к новым писательским успехам и желанию развиваться в этом направлении. Я писала повесть про Веру и Кошку, и я заняла третье место, что меня очень вдохновило, и я продолжила писать. Мне вручали эту грамоту в доме Корнея Чуковского в Переделкино. Во время занятий юные поэты и писатели выполняют творческие задания, сочиняют стихи и прозу, учатся образно мыслить. Благодаря литературе у ребенка появляется богатый словарный запас и красивая речь. Занятие проходит две субботы в месяц. Расписание есть на сайте библиотеки. Проходит это в центральной библиотеке. Набор желающих продолжается на протяжении всего учебного года. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В деревне Калиновка прошла выставка «Пристройство животных. Хочу домой, надо брать сейчас». Мероприятие было организовано впервые. Основная цель – помочь обрести бездомным собакам свою семью и доброго хозяина. Как рассказал организатор Екатерина Барабанова, к выставке готовились целый месяц. Искали волонтеров и закупали все необходимое для животных. У каждого четвероногого участника был свой опекун, который сопровождал его во время дефиле знакомства. Сегодня все хвостики ищут дом, хорошие добрые ручки в своей семье. Всего в выставке приняли участие 18 собак. Организаторы надеются, что мероприятие прошло не напрасно. Гости интересовались животными, брали листовки и визитки, узнавали, как найти приют и подробную информацию. И, возможно, совсем скоро четвероногие обретут полноценную семью. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.